Приветствую вас! Знаете, я думаю, что чтобы ответить вам на ваш вопрос, надо бы сначала определиться с вашей субъективной позицией по отношению к, собственно говоря, коллективу. То есть вот вы приходите в коллектив, в коллективе есть какие-то, очевидно, есть какие-то правила, какие-то есть регламенты, какие-то может быть даже традиции в коллективе. Вы приходите туда, вы видите, как другие люди устанавливают свои, значит, ну не правила, конечно, да, правилами это назвать можно так, с натяжкой. Ну, вы видите, как можно делать, да? То есть, там, договориться, попросить о большей зарплате, там, и прочее, прочее, прочее. Вы это всё видите. И вы говорите, у меня позиция такая, что я, в общем-то, остаюсь на том же самом месте. То есть, я ничего не брошу, просто выполняю свою работу и всё. Ну хорошо. Почему вы просто выполняете свою работу? У вас, ну я не знаю, у вас, например, идея честного пути, к примеру. То есть, вы не хотите там, допустим, идти, к примеру, по головам, не хотите там, не знаю, взятки получать, брать, да? Хотите всё сделать честно? Или, не знаю, может быть, какие-то ещё есть моменты у вас? То есть, вот мне кажется, значит, здесь нужно исследовать. Здесь нужно всё-таки понимать, о чём идёт речь. Вот. Когда вы, когда вы говорите сравняться, может, с коллективом. Что вы имеете в виду? Хотите стать таким же сотрудником в коллективе, как и остальные? Тогда что вам мешает это сделать? Не хотите? Постарайтесь, постарайтесь в таком случае накопить, например, капить капитал и открыть с вами дело, что, в принципе, тоже можно. Ну, определитесь вот с этим, определитесь сами, определитесь. Вот. Выбежьте, я ещё этого не делаю, просто работаю и в итоге имею на немного меньше, причём немного, не на много, а немного, немного меньше. Работаю, соответственно, больше. В такие моменты так хочется стать участником, бизнесменом, послать их куда подальше, но, увы, это не просто, да и смысле никаких по этому поводу. Так а почему никогда вы не делаете ничего, чтобы быть таким же, как остальные члены коллектива? Наверное, это гордыня. Гордыня в чём? В чём гордыня проявляется? Где конкретно вы испытываете гордыню? То есть, у вас конфликт того, что вы хотите и того, чего вы не должны делать? То есть, типа, что, к примеру, ну, чего вы не достойны, в чём гордыня проявляется? Конкретно. Вы пишите, в итоге, так, значит, она успеха вряд ли прибавит, будет постоянный потолок, который не пробит. Да нет, гордыня, в общем-то, не добавляет потолка, гордыня, она, вообще, это немножко про другое, на мой взгляд. Значит, гордыня, она про отсеивание каких-то вот способов, ну, реализации того, что нужно. Гордыня, она про это. Гордыня, она не про, не про поддалов, вообще-то говоря. Вот. Вот. То есть, тут мне кажется, что у вас какое-то не совсем правило понимания гордыни. С другой стороны, если вы отдаёте себе отсчёт в том, что она у вас есть, гордыня, что, ну, наверное, возможно, будет с этим что-то сделать, возможно, и нужно с этим что-то сделать. Если вы, опять же, я повторюсь, если вы только этого хотите. И когда вы говорите, значит, о том, что я хочу сравняться с коллективом, то мне как-то вот волей-неволей, знаете, вспоминается такая, как, ну, присказка, может быть, да, когда говорили, что бойтесь, бойтесь своих желаний, они могут, значит, ну, они могут исполняться, они могут реализоваться, вот. Понимаете? Что есть? Что конкретно вы хотите? Какая у вас цель? Вот. Вот это вот мне видится такая история, мне видится в общем-то такой ответ вам на ваш вопрос, который вы задаёт. кроме того, я полагаю, что нет какого-то уникального решения о вашей ситуации. в том смысле, что у вас свои причины, в которой вы оказались вот в той позиции, в какой оказались. Это может быть запрет, запрет на успех, например. Вполне, вполне может быть запрет на успех. это может быть история о том, что работать, именно работав, нужно обязательно. Тяжело. То есть, если я работаю, то обязательно работаю тяжело, работаю трудно. Вот. Эта история про это может быть у вас. Может быть, конечно, и про другое, но пока так. То есть, тут нужно исследовать. А давайте именно исследовать. Тогда и будет понятно. Вот. В принципе, в принципе, так вот, мне кажется, можно вам ответить на ваш вопрос, который вы задаете. Надеюсь, что это было для вас полезно, надеюсь, что помог вам. если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад вам помочь. если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я вам желаю всего самого доброго, удачи, и надеюсь, что вы определитесь с тем, что вам нужно и сможете сформулировать свой запрос так, чтобы мы вам смогли помочь и дать вам что, в чем вынуждает. Я желаю вам еще раз всего самого доброго. слава